Всем привет! Мы продолжаем новую сюжетную линию и сейчас... Нифига себе, как она штука эта движется, я не знал. Очень эпично смотрится. Так, недотепы всегда звонят дважды. Мороженое съем, только сначала, погодите. Э, мороженое. Ха-ха, прикольно, кстати. Я не знаю, может, какое-то достижение дойдут за это, но нет, не дают, ладно. Съели все. Гость Эрудроидс, поехали. Семья обещала охранять безопасность и качество в мире грез, но я своими глазами видел, как группа органических форм жизни направилась к тематическому парку. Вскоре разверглись небеса, и из пустоты хлынул черный дождь. Семье придется предоставить разумное объяснение, иначе я и мои близкие немедленно вернемся в реальность, если мир грез перестал быть райским местом, нет смысла здесь оставаться. Похоже, господин весьма проницателен в мир грез, проникли непрошенные гости, это правда. Ну и их цель отнюдь не обычный посетитель, а представители КММ. Уберяя вас, для семьи благополучие гостей превыше всего. Госпожа Заренко, мне известно, что клан Гончих уже изолирован... изолировал тематический парк, и я верю, что семья сможет взять ситуацию под контроль на проблемы, и это не решает. Семья будет всеми способами стараться сохранить репутацию, но я, будучи гостем, не хочу ставить на кон собственную жизнь. Ну, как вы видите, господин, в этом инциденте невинные не пострадали. Пускай мир грез не идеален, как обещают, но не существует места безопаснее, чем грезы, управляемые семьей. И думаю, вам это известно лучше, чем кому-либо. Задайте себе вопрос, если бы такой инцидент произошел бы в реальности, сколько было бы жертв? Хорошо, я останусь, но запомните, гости приезжают на Пинаконию, чтобы насладиться миром грез. И мы не хотим оказаться втянутыми в раз при между семьей, как братцы, и постарайтесь не допустить подобных промашек. Конечно! Фестиваль гармонии вот-вот начнется, и мы приложим все усилия для подготовки. Уж не переживайте, в качестве извинений семья дарит гостям подарок, и надеемся на понимание. Кнопка. Еще одна кнопка, ребят, я чувствую, она не последняя. Новый член клана Гонщик. Здравствуйте, простите, что здесь произошло. Кому дать кнопку? А, ничего особенного. В тематическом парке, студии, часы, во время репетиции, превзошел небольшой инцидент. Просим сохранить спокойствие. Эй, ты это что, ослепла? Не узнала госпожу Зарянку, а ты думала, с кем говоришь-то? Ой, извините, я в клане Гонщик всего несколько дней, и совсем недавно приступил к оперативной работе. Я вас не узнала, прошу прощения. Ладно, не волнуйся так. У вас тяжелая работа, как обстановка. Докладываю, мы изолировали тематический парк. Большинство гостей уже привыкли к разным чудесам в грезах. И никаких угроз не обнаружено. Мы рассчитываем в ближайшее время восстановить порядок. Не переживайте, госпожа Зарянка, мы усилим патрули, чтобы предотвратить беспорядки. Верю. На что сами гонщие думают об инциденте в тематическом парке. Не волнуйтесь, говорите честно. Но... Я была на месте происшествия, незадолго до инцидента. Правда, говорят, что представитель КММ прибыл с недобрыми намерениями. А еще там была галактический рейнджер, и она и в два счета расколола небеса. Ах, госпожа Зарянка, сказать по правде, многие теперь терзают сомнения. На Пинаконе собралось так много представителей разных фракций, что поводов для тревоги предостаточно. Благодарю за вашу преданность семье. На планете празднеств действительно произошли неприятные события. Этот представитель КММ пытался вернуть право на Пинаконе, а может даже и захватить ее. Конечно, семья не позволила. Что же касается расколотого неба, результат вы и сами видели. Неудивительно, я слышал, что сотрудникам корпорации запрещено появляться в мире грез, и это наверняка основная причина. А негодяя, что устроил беспорядки, поймали? Не волнуйтесь, господин Воскресенье как раз выслеживает его местонахождение, результат не заставит себя долго ждать. Но раз уж до этого дошло, корпорация просто так не сдастся, поэтому теперь порядок и стабильность в мире грез зависят от вас. Не переживайте, госпожа Зарянка, мы со всеми разберемся. Прихвость с ним корпорация, это так срок не сойдет. Благодарю вас за труд ваш. Если другие члены клана будут беспокоиться, передайте им мои слова, мы должны сплотиться для защиты мира грез. Клан Ирисов подготовил для всех гостей скромный подарок, откройте его на фестивале гармонии, вас будет ждать все птиц. Ух ты, неожиданно получить подарок от госпожи Зарянки, это Бутусан. Ой, я же есть во сне. Если кто-то и прям станет искать приятности, мы не побоимся войны. Не волнуйтесь, стабильность и процветание мира грез под защитой гонщик. Так, еще кому дать кнопку? Но кнопок я смотрю очень много. Гость. Недовольный. Госпожа Зарянка, это же знаменитая на всю вселенную суперзвезда, госпожа Зарянка. Вот уж не думал встретить тут своих фанатов, я польщена. Добро пожаловать на Пинаконе, мир, наполненный сладкими грезами. Глазам своим я не верю, вы! Вы, наверное, как раз готовились к открытию фестиваля Гармонии. Подготовка выступления, несомненно, очень важна, но основная миссия церемонии — передать гостям Гармонию Великой. Если мне представится шанс спеть вместе со всеми, само собой, я не откажусь. Недавний инцидент слегка испортил впечатление гостям. Будучи членом семьи, я была просто обязана приехать пораньше и принести извинения. Но, раз это была случайность, мы видели, как небеса расколол красный меч света, и на землю дождем посыпались фишки с спецэффектами, такое не объяснишь. К тому же я встретил одного странного щедрого господина, он все время что-то бормотал себе под нос. Неужели он тоже часть постановки? Не волнуйтесь, так поверьте. Семья предоставит логическое объяснение. Вы хоть так и говорите, госпожа Зарянка, но все же верится с трудом. Откуда только берутся эти упрямцы к концу и краю? Нет, я уже начинаю уставать. Госпожа Зарянка, придется довести дело до конца. Все же я в воплощении радости, доброты и великодушия. Ой, что это я здесь делаю? Госпожа, а вы... Вот вам подарок, дорогой гость, я так и знал. Особый комплимент от семьи. Сохраните его до начала фестиваля гармонии, а потом в середине программы нажмите эту кнопку вместе со своими спутниками. Кто знает, вдруг произойдет нечто интересное. Так, я понял. Ну, я догадался, ребят. Я сразу понял, что здесь что-то неладное, потому что имя не подсвечивало у Зарянки. Все вернулось к истокам. Когда-то отсюда ты вошел в золотой миг, а теперь отсюда мы ступим на настоящую пинаконию. Приятно снова оказаться рядом с тобой. Настало время раскрыть тебе всю правду, как ты, возможно, уже знаешь мое второе имя Сэм, охотник за стеларонами. Так ты душа светлячка. Я знаю, у тебя много вопросов. Помнишь, как мы повстречались со смертью в том странном мире грез? Меня тогда схватил мем. В момент, когда он собирался убить меня, в его жутких глазах я увидел отражение другого мира грез. Благодаря подсказкам в сценарии у меня появились некоторые предположения относительно того мема. И вот тогда я отправила приглашение Серебряному Волку, предложив собрать всех в отеле грез. Я хотела призвать смерть на глазах у всех, чтобы наглядно продемонстрировать разгадку и предложить вам включиться в игру. Но мои надежды не оправдались. На деле я не могла приступить к сценарий. Я даже не успела открыть рот, чтобы что-то объяснить. Как ты мог видеть, меня пронзила коса смерти. Гнет с пустыхми меморий. Они будто взорвались в моей голове. Так по-настоящему. Но когда мимолетный паралич развеялся, я обнаружила, что мое тело осталось невредимым, я осталась жива. К тому же, как я и думала, я оказалась вовсе не в грезах, а совсем в ином месте. Под миром грез в Пинаконии скрывается другая зона воспоминаний, первобытная, наполненная хаосом. Имя ей – Земля Изгнания. И когда я вернулась в отель Мир Грез, я хотела рассказать тебе о ее существовании. Но я не могла раскрыть себя, поэтому мне пришлось придумывать способы, как отвлечь внимание твоих спутников и увести тебя с поля боя. Вот только все мои попытки заканчивались неудачей. Вплоть до того момента, когда луч багрового света, словно клинок, расколол стены Мира Грез, и вы провалились в его глубины. И только тогда я получила возможность пробудить тебя и твоих спутников одного за другим. Вот что произошло. Я все понял. Я понимаю, что сложно слепо верить в это, я просто хочу сказать, что ты близок к ответу. Нужно кое-что сделать, и тогда я смогу доказать. Ну что ж, нам пора, закрой глаза. Сделай глубокий вдох и представь очертания Мира Грез, но помни, ни в коем случае не открывай глаза. Три, два, один. Не бойся, нас встречают. Звучит пронзительный виск, и в вашу грудь вторгается густая, клокочущая волна Мемории. Ваше сознание, подобно клочкам бумаги, в водовороте, что распадаются на части и растворяются в мутном потоке. Бесчисленные голоса врываются в симфонию Мемории, подобно расколу грома, и один из них особенно отчетлив, это голос девушки рядом с вами. Ваши сердца бьются в одном ритме все тише и тише, пока в тишине тьмы не пробуждаются воспоминания. Я даже не знала, что ты так умеешь. Хо-хоу-хоу! Что? Блэйд? Прошу прощения, откуда он здесь? С какими судьбами? А у тебя есть водительские права? Есть. Это удивительно. Почему? Потому что это Джепелла, Город Грехов? Нет, не важно. Просто мне кажется, что ты не спишь. Уже 20 системных часов. Ты в порядке? В порядке, я не умру, как и ты. Я бы не была так уверена. Давай лучше помедленней. Мы уже проникли куда следует. Ты можешь в любое время активировать Сэма. До следующего эпизода сценария еще есть время. Дай мне немного побыть в этом теле. Наступает долгое молчание. Никто и не пытается начать разговор. Похоже, такая пауза для них вполне привычна. Лишь спустя долгое время в машине снова раздается легкий стоп. Какой длинный туннель. Сначала он мне казался... Мне таким длинным. Через половину системного часа он приведет нас к кавке, а вслед за этим братство Джепеллы будет уничтожено. Это тоже часть сценария? В твоем сценарии это тоже есть. Прошу прощения, я не заметила. Их участь все равно предрешена, несмотря на твое избирательное игнорирование фактов. Я уже говорил, это дурная привычка. А как насчет тебя? На этот раз ты встретишь смерть, которую так ждешь? Все тот же чистый лист. Она ждет меня не на этой планете. К чему этот вопрос? Потому что мы едем на машине с очень уставшим водителем. Я бы хотела прибыть к месту назначения целой и невредимой. В этой машине включен автопилот. Я просто держусь за руль, ладно? Да я шучу. Элио всегда говорил, говорит, что у судьбы только один путь, и ее не обманешь. Он может видеть будущее, а мы знаем, какая участь нам уготована. Да до тех пор мы можем выбирать, что нам делать. У всех есть это право, верно? Сегодня Джип Элла исчезнет из истории вселенной, а ее место займет вечно горящий особняк. В скором будущем придет приглашение. В нем указана твоя следующая остановка. Земля грез в Пинаконе. Желаю удачи в поисках ответов или освобождения. Нечто. Рад тебя видеть в добром здравии. О, господин Вейт, и вы здесь? Закрой глаза, это и есть ответ. Просто непостижимо. Мы всегда считаем его монстром смерти. Оказалось, что это страж земли изгнания, который действует по неким определенным законам. Он приводит сюда существ, похищенных в грезах. Мы все время ломали голову. Существует ли в мире грез истинная смерть? Теперь понимаем, что это всего лишь ментальная ловушка. Расставленная неким кукловодом, чтобы скрыть правду о том, куда пропадают люди. И этот город, что называют рифом потока сновидений. Появление мема каждый раз, как что связано с часовщиком. И раз уж риф, поток, сновидения и есть место назначения, куда уходят людей, наверняка здесь мы сможем найти ответы на большинство давно волнующих нас вопросов. Это место сильно отличается от привычных нам грез. Обитатели живут обособлены. Здесь нет управителей, как в семье, а люди будто все время находятся в легком оцепенении. Беседуя с жителем, я услышала одно знакомое имя, Галлахер. Опять этот тип каждый раз появляется в решающий момент. Ну, хотя бы нам не придется его искать. Химика и Марта отправились раньше нас. Нечто, приведи себя в порядок. Нам тоже пора. Истинный мир грез, земля изгнания. Может, стоит еще разок совсем поболтать, прежде чем отправиться? Следующую часть мы увидим в следующем видео. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца, обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Пока!